Дорогие друзья, всем привет! Сегодня у меня, можно сказать, неожиданное видео. Я приехала к родителям в гости. Родители у меня тоже творческие, и я решила снять формы вот с этих силиконовых молдов. Как мы это будем делать? Я буду использовать эпоксидную смолу Artline Crystal Epoxy, двухкомпонентную. Буду заливать в эти силиконовые формы, а дома уже силиконом заливать сами уже готовые вот эти детальки. Вот, силиконовых форм, как вы видите, много, всякие разные, есть и пищевой силикон, и обычный. Для этого использую еще черный цвет, черный пигмент для эпоксидной смолы, для того, чтобы можно было разглядеть всякие мелкие детальки, понять, будет ли блеск, потому что какие-то силиконовые формы без блеска, без глянца. Поэтому давайте начинать. Смолу мы размешали, теперь нам необходимо добавить черный пигмент. Он очень концентрированный, поэтому давайте добавлять по чуть-чуть. У него хороший, насыщенный цвет. Думаю, должно быть достаточно. И теперь тщательно вымешиваем. Пигмент сделан на основе эпоксидной смолы, то есть только компонент А. Кстати, заметила одно интересное свойство смолы после пигмента. В ней не образовываются пузырики почему-то на поверхности. Внутри, конечно, не видно, а вот на поверхности их нет. Так, теперь нам необходимо взять пару форм и аккуратненько палочкой заливать. Смола должна затечь во все уголки нашей формы. Она сама уже распределится, и все будет ровненько. И то же самое делаем с остальными. Как раз вот новогодняя тема. Скоро у нас Новый год. Все лишнее потом я распределю. Я зазвала пока что только три формы. Теперь нам необходимо таким же образом поступить со всеми остальными формами. Вот они. Как только закончу, я сразу все покажу. Дорогие друзья, вот я, в общем-то, все и залила. Часа, наверное, два с половиной сидела, все это делала. Завтра должно все это дело высохнуть и меня порадовать всякими красивыми штучками. Вот оставшаяся часть всего этого дела. Получилось довольно-таки много молдов. Очень надеюсь, что все получатся красивыми. То есть в таком виде мы молды оставляем с залитой смолой на сутки. Желательно чем-то прикрыть верхушки, чтобы не попадала пыль. То есть какой-то коробочкой. Все, оставляем до завтрашнего дня. Вот наша смола высохла. Смотрите, сколько получилось у меня всяких изделий, с которых я смогу снять форму. Где-то придется что-то подрезать. Но, в принципе, все получилось очень здорово. Изначально формы были не глянцевые, как я уже говорила. И, естественно, смола на себя приняла эту фактуру. То есть матовую. Но совсем с этим можно работать. В конце концов, можно покрыть их лаком и залить силиконом. В принципе, мне результат очень нравится. Вот самое глянцевое получилось. Вот эта работа. Вот где-то есть кусочки. Их мы уберем. Или вот здесь тоже. Залилось все довольно-таки плотно. Ну, в общем, вот такое видео у нас получилось. Я надеюсь, оно вам было полезно. Что будем делать дальше? С этими изделиями увидите в следующих видео. Все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Рекомендуйте к просмотру своим друзьям. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok